Гиацинты цветут от полторы до двух недель в году, а при правильном уходе это прекрасное явление можно продлить еще на некоторое время. Наступает момент, когда гиацинта цветает. О том, что делать с гиацинтом после цветения и что ожидает цветовода, вы узнаете из сегодняшней аудио статьи. Отличие сроков цветения гиацинта. После цветения любое растение отправляется на хранение, если оно выращивалось в открытом грунте или оставляется в состоянии покоя на зимовку в домашних условиях. Первым в новом сезоне зацветают именно синие и фиолетовые гиацинты, как самые стойкие представители своего семейства, а вслед за ними красные, розовые и белые сорта. Последними, но от того не менее долгожданными появляются желтые и оранжевые виды гиацинтов. Как вы видите, длительность и период цветения гиацинтов зависят именно от сорта, но также следует учитывать и погодные условия, климатическую ситуацию в регионе, а также нюансы ухода. Что делать с гиацинтом после цветения? После того, как гиацинт отцветает, наступает этап роста луковицы и формирования полезных веществ. В этот период луковицы гиацинтов, как и все луковичные растения, не тревожит, чтобы в следующем сезоне побаловать себя прекрасными соцветиями. Гиацинт после цветения срезают. Необходимая процедура удаления соцветий и всей поверхностной части гиацинтов после цветения нужна для того, чтобы не мешать луковицам запасаться питательными веществами и переоформляться. Когда срезать луковицы гиацинтов после цветения? Луковицы гиацинтов после цветения срезают до формирования семенных коробочек. Почему садоводу нет необходимости их сохранять? Семенные коробочки отвечают за закладку семян, соответственно, уходящие в состояние покоя растения будут растрачивать силы на неоправданное цветение. Луковицы гиацинтов будут лишь терять питательные вещества и заметно ослабляться. Что срезать у гиацинтов после цветения? Семенные коробочки до их формирования. Цветки с цветочной стрелки одного-двух годов выгонки. Последние также отнимают силу гиацинтов. Чем луковица крупнее, тем больше соцветия, а значит и затраты питательных веществ на его содержание увеличиваются. Удалять ли листья гиацинта после цветения? После окончания цветения лиственную часть гиацинтов не удаляют, она отсыхает сама. Как только листья гиацинтов будут желтыми и начнут отставать от луковицы, тогда можно их удалить. Для того, чтобы ускорить процесс отмирания листьев и перерождения луковицы гиацинта в состоянии покоя, необходимо прекратить полив и подкормки растения, начиная с июня. После удаления листьев гиацинтов место посадки мульчируют. Как хранить луковицы гиацинтов после цветения? В теплых регионах луковицы гиацинтов можно оставлять на период покоя в починной смеси. На одной территории гиацинты могут находиться от 2 до 4 лет. В холодных регионах луковицы выкапываются и отправляются на хранение, защищенные от солнечных лучей и перепадов температур места, не допуская попадания влаги, образования сквозняков или наоборот парника. Хранить при температуре плюс 18 градусов. Аналогичные условия хранения применять и для домашних гиацинтов. Спасибо, что прослушали сегодняшнюю аудио статью. Обязательно поставьте лайк под видео и подпишитесь на наш канал G&H Info, а также переходите на сайт, там вас ждет очень интересная информация о растениях.